Наш следующий доклад, доклад Вадима Климова по использованию PGP в SAP CPI. Вадим, ты с нами? Да, добрый день, меня слышно? Да, слышно отчетливо, видим твою картинку. Только еще не Дима, видим тебя в камере. Меня зовут Вадим Климов, я некоторое время занимаюсь SAP интеграцией. И сегодня Дима на вводном слове уже говорил про кибербезопасность и про облака. И моя тема посвящена к кибербезопасности в облаках. В частности, перешифрование в Cloud Integration. И часть вещей, которые я хотел бы представить вашему вниманию, она не специфична для CPI. В принципе, ее можно использовать и для наземных систем, и не только для SAP систем. И свой доклад я бы хотел построить в виде больших hands-on-сессий. То есть, на самом деле, из слайдов у меня только этот открывающий. И основную часть доклада я бы хотел показать, как мы можем использовать инструменты управления ключами, связками ключей, и как мы можем использовать их в контексте CPI. Я перехожу к практической части. Большая часть практической части будет построена вот на этом RFC-документе, RFC-4880. Собственно, он в деталях описывает структуру и формат сообщений PGP. Это относится и к ключам, это относится и к связкам ключей, и к сообщениям зашифрованным. Поэтому вот этот документ, он на самом деле очень сильно помогает для того, чтобы лучше понять, как работает PGP внутри. В контексте CPI эта спецификация реализована не полностью, и некоторые вещи мы с вами посмотрим, которые могут иметь смысл, но которые, во-первых, не очень часто сценария, а во-вторых, которые пока что не поддерживаются CPI. И давайте мы тогда перейдем в наш основной инструмент. Для того, чтобы управлять ключами и для подписывания, и для шифрования, и для дешифрования, мы можем использовать две основных группы инструментов. Первый – это инструмент, ориентированный на фронт-энд ГУИ. Под разные платформы это разные инструменты. То есть это может быть Клеопатра, это может быть GPTool, это может быть GPG Suite. И у них есть бэкэнд. Часто, наиболее часто это используется GPG, бэкэнд. Графически удобнее пользоваться фронт-энд инструментами. С другой стороны, бэкэнд позволяет нам лучше понять процессы, механику процессов, и он позволяет нам лучше понять и лучше контролировать сам процесс работы с ключами и с сообщениями. Более того, в некоторых сценариях он позволяет получить нам больше информации об ошибке, о процессе, о результате. Поэтому в рамках этой сессии я буду пользоваться именно бэкэндом. Более того, этот бэкэнд доступен и для Windows платформы, и для Linux платформы, и для MacOS платформы. Поэтому достаточно много команд, которые мы с вами будем смотреть, они портированы под разную платформу. В некоторых реализациях есть немного разное название ключей. В принципе, из справки по инструменту можно будет их посмотреть. Для демо я создам... Во-первых, нам нужно понять, что мы можем управлять разными связками ключей на нашем компьютере, и в самом CPI-инструменте пока что не реализованы механизмы управления ключами. То есть мы можем их задеплойить, мы можем их использовать в наших iFlow, но вот создать эти ключи, изменить ключи, отозвать ключи, мы пока что этого сделать не можем. Насколько я знаю, это находится как один из пунктов рудмэпа CPI, поэтому в будущем, по крайней мере, ожидается, что мы получим более удобный монитор. Мы будем смотреть, насколько будет возможность создавать и управлять ключами. Пока что, если мы хотим использовать PGP в наших сценариях, мы должны создать ключи, точнее, связку ключей вне CPI и потом затеплойить и использовать их в CPI. Собственно, чем мы сейчас займемся. Когда мы устанавливаем программное обеспечение для того, чтобы мы могли управлять ключами, оно уже использует какие-то директории по умолчанию. Например, в Linux-система по умолчанию это в рабочем каталоге пользователя. Мы будем иметь папку, которая будет основной папкой для связок ключей. Так как мы будем работать с разными тендентами, мы будем работать с разными связками ключей, есть смысл создавать отдельные папки и в рамках этих папок уже ввести ключи, для того, чтобы мы ключи в связках не перепутали друг с другом. Поэтому для начала мы создадим папку. Мы создадим ее с полномочиями только для текущего пользователя, для того, чтобы GPG-инструменты не предупреждали нас о избыточных полномочиях. Давайте назовем ее. Идем в папку. И теперь пока что у нас эта папка пустая. Здесь эта папка станет для нас, собственно, платформой для экспериментов по ключам, которые мы будем создавать и изменять. Чтобы сделать эту папку каталогом для связок ключей, нам недостаточно ее просто создать. Нам нужно указать, чтобы GPG-пакет использовал именно эту папку как папку ключей. Это можно сделать несколькими способами. В документации к GPG это описано. Первый способ. Это можно использовать аргумент homedir. Такой вот аргумент. Мы можем его добавить для команды и указать, какую папку использовать как основную папку для ключей. Для некоторых файлов, таких как связки ключей секретных и публичных, мы можем использовать дополнительные аргументы, киринг и секрет киринг, для того, чтобы явно указать, какие файлы мы хотим использовать. Либо третий вариант, который я буду использовать здесь, мы объявляем переменную окружение. Давайте мы сначала скопируем текущую папку и определим. И вот теперь в этой сессии, эта сессия будет брать текущую папку, в которой я нахожусь, как папку для ключей. Пока что никаких ключей нет. Если мы работаем с публичными ключами, то чаще всего мы эти ключи получим от контрагентов, от других систем, будем их импортировать. Мы на это тоже посмотрим. В случае секретных ключей, мы секретные ключи сутаем сами. Для чего используются, какие ключи? Так как PGP основана на асимметричном шифровании, то у нас всегда имеется пара ключей, которые мы оперируем. Публичный ключ генерируется той системой или тем участником, который предполагает расшифровывать сообщение, и публичный ключ передается системам, которые будут шифровать сообщение. Соответственно, секретный ключ из этой пары будет использоваться для расшифрования. В случае подписывания ситуация обстоит обратным образом. То есть у системы отправителя будет секретный ключ, которым она будет подписывать сообщение, и она раздает публичный ключ другим системам, чтобы тем смогли проверить, что сообщение действительно подписано нужной системой. Сейчас мы создадим новую пару, и автоматически мы создадим связку ключей. Сейчас у нас есть определенный мастер, который спрашивает характеристики ключа, которые мы хотим создать. Валидность ключа, положим, 5 лет. Мы можем создавать ключи, которые никогда не истекают, но это считается не очень хорошо с точки зрения безопасности. Поэтому лучше ключи ограничивать. В некоторых компаниях политика ограничения 1 год, в некоторых больше. Здесь я в качестве демо провел 5 лет. Давайте укажем участника. И нам обязательно нужно будет указать ключевую фразу. В целом в связке ключей каждый секретный ключ может иметь свою отдельную секретную фразу. Если мы работаем со связками ключей, которые мы хотим потом деплоить в TPI, нам необходимо, чтобы все ключи в этой связке, секретной, имели один и тот же ключ. Это ограничение CPI. Оно связано с тем, как CPI взаимодействует с секретной связкой ключей. Он получает доступ к связке в целом, а потом с одной ключевой фразой, а потом уже начинает получать доступ к секретным ключам. Вот у нас создался ключ. Теперь мы можем посмотреть… На самом деле создалось несколько ключей. Группа ключей, которая создалась публичная, и группа ключей, которая создалась секретная. Эти ключи мы с вами можем посмотреть. Сначала мы посмотрим публичные ключи команды листки. И обратите внимание, что создалось на самом деле два ключа. У нас всегда создается первичный ключ, и мы можем иметь один или несколько вторичных ключей. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы мы могли использовать разные ключи для подписывания, для шифрования. И более того, мы можем иметь один более широкий ключ праймери и несколько секондри-ключей или подключей. Удобно в том случае, когда у нас первичный ключ достаточно широк по времени истечения, мы можем более точно создавать вторичные ключи и их уже использовать для шифрования. Более того, с точки зрения безопасности не рекомендуется использовать в принципе первичный ключ для шифрования, потому что если он будет скомпрометирован, то автоматически будут скомпрометированы все подключи. А вот если будет скомпрометирован только подключ, один из них, то мы можем его отозвать, и это не повлияет на остальные подключи. Аналогичным образом мы могли бы создавать дополнительные ключи в связке. То есть мы можем создавать несколько публичных ключей и также... Давайте посмотрим сразу же и секретные ключи, которые были созданы. Аналогичным образом у нас есть первичный ключ и вторичные ключи. Каждый ключ будет определяться так называемым отпечатком. И этот отпечаток у ключей уникальный. Обратите внимание, что у публичного и у секретного ключа отпечатки будут одинаковые. Собственно, это нам потом поможет при работе, при дешифровании определять, какой ключ шифровал сообщение, каким ключом нам необходимо дешифровать сообщение. Соответственно, мы можем увидеть использование ключей. То есть система уже показывает, какие ключи мы можем использовать для чего. То есть, например, первичный ключ мы можем использовать только для подписывания ключей, для подписывания, для авторизации ключей, а подключ, который был для нас создан, он может использоваться для шифрования. То есть мы не сможем использовать первичный ключ. Данная конфигурация сразу же для шифрования. Вторичные ключи, они также имеют свои отпечатки. Просто по умолчанию они не показываются. Но если мы дополним команду и укажем, что мы хотим смотреть с отпечатками для подключей, мы увидим, что для каждого подключа создается также уникальный отпечаток. Более того, этот отпечаток достаточно длинный и часто используется более короткая форма, так называемый key-id, который может быть либо совсем короткий, либо в два раза увеличенный. Основная проблема использования коротких, они удобные, но они могут вызывать коллизию. То есть если у нас много ключей, есть небольшая вероятность, что в связке окажется несколько ключей, в которых short-id совпадает. Поэтому на практике часто используют другую вариацию, long. Мы видим, что они более длинные. Здесь вероятность коллизии меньше. Но если мы хотим совсем уникально использовать, тогда мы используем полный fingerprint ключ. Также у каждого ключа есть описание так называемого user-1. User-1 состоит из двух элементов, которые мы создали. Первый – это имя пользователя, а второй – это почта. Мы с вами увидим, как это используется потом в CPA. Соответственно, вот у нас есть ключи. Первый сценарий, который мы с вами рассмотрим, это сценарий, когда мы хотим зашифровать сообщение. Соответственно, предположим, что мы получили публичный ключ, или в данном случае мы экспортируем публичный ключ, так как мы сами его создали для дома. Для того, чтобы мы с вами смогли загрузить связку ключей в CPI, нам потребуется сначала ее сформировать. Если у нас связки в CPI не было, то тогда мы можем создать ее прямо из командной строки. А если она была, то мы можем ее сначала скачать и CPI загрузить, а потом в нее добавить нужные ключи. В данном случае я пока что буду только экспортировать отсюда, так как у нас связка новая. Команда экспорт. Обратите внимание, что когда мы используем команду без указания secret key, это значит, что мы работаем с публичными ключами. Если мы указываем secret key, то это значит, что мы работаем с секретными ключами. В данном случае я экспортирую публичную связку. И мы можем работать и с ключами, и с сообщениями в двух режимах. Первый – это бинарный, второй – это ASCII Armored. ASCII Armored, он более предпочтительный с точки зрения, что его можно передать с текстом, соответственно, проще обмениваться в каких-то текстовых средах. Ну и я буду использовать как раз Armored. CPI позирует оба варианта, что для ключей, что для сообщений. И мы вот укажем, куда мы хотим его экспортировать. Принято обозначать ASCII, если мы используем ASCII Armored, и GPG, если это бинарный формат. Мы могли бы экспортировать какой-то конкретный ключ, если бы мы указали имя ключа или имя пользователя дальше аргументом. В данном случае моя задача – экспортировать все ключи, которые в связке, хотя мы, по сути, имеем только один ключ, что, собственно, я и делаю. И это важный момент для CPI. Когда мы хотим добавить какие-то ключи, мы должны не просто создать новую связку, экспортировать ключ, который у нас новый, и добавить его в CPI. Мы сначала должны скачать текущие ключи, добавить, а потом уже экспортировать, для того, чтобы мы не потеряли текущие ключи. В данном случае мы используем только один ключ в связке. У нас файл готов. И для шифрования я подготовил небольшой сценарий. В сценарии у нас две ветки. Одно я буду использовать для сценария в шифровании, другое для сценария в дешифровании. Соответственно, у нас в палитре есть два шага. Где шифратор? Шифратор. У шифратора настроек значительно больше, потому что здесь мы будем определять, какой алгоритм мы хотим использовать. Хотим ли мы использовать компрессию, хотим ли мы делать армейнг и так далее. Соответственно, базовый сценарий, когда мы не используем подписывание, только шифруем, мы ставим сигнучину. Если мы хотим и шифровать, и подписывать, тогда мы включаем подписку, и мы должны указать пользователю из секретной связки, чьим ключом мы будем подписывать сообщение. Пока что у нас сценарий без подписывания. Выбираем алгоритмы, которые мы хотим шифровать. Выбираем компрессию. Наиболее часто используется ZLIP. Также BZIP 2 считается как более прогрессивный, но ZLIP более распространяемый, поэтому наиболее часто он и используется. Предположим, что мы хотим использовать Armored, то есть не в бинарном режиме. И вот это важный момент, Integrity Protected Data Packet. Эта настройка позволяет нам, позволяет системе добавить рассчитанный хэш сообщения исходного до шифрования, для того, чтобы мы смогли проверить целостность на стороне получателя потом. И многие системы это поддерживают. Поэтому, если какая-то система явно не поддерживает, мы можем это отключить по умолчанию, лучше это использовать. И мы добавляем пользователя, либо пользователей, чьи ключи мы хотим использовать для подписывания. В данном случае я генерил ключ для API-мон, поэтому я могу указать либо имя пользователя API-мон, я могу указать его почтовый ящик. То, чего я пока что CPI не смогу указать, это полный ключ. И мы сейчас с вами сравним, как бы это работало, если бы мы шифровали это из командной строки. Текущая настройка, мы ее сохраним. Задеплоем. И будем использовать пост, но для того, чтобы протестировать. Давайте выберем файл. Я уже подготовил файл, который мы с вами будем использовать для входа. Он содержит всего одну строку, текстовый файл. Вот ее мы и будем шифровать. Теперь смотрите, мы сделали настройку в iFlow, но пока что мы еще не сдеплоили ключей. Поэтому следующим шагом, что мы с вами сделаем, это мы откроем operations view и добавим связку ключей, которые мы экспортировали в CPI. Добавляется у нас в разделе security material. Здесь мы можем добавить публичный ключ, связку ключей, либо связку ключей секретных. Важный момент, если какая-то связка уже существует в тенете, она будет перезаписана. Мы не можем иметь несколько связок публичных ключей или несколько связок секретных ключей. Мы можем иметь только по одной. Поэтому будьте внимательны, прежде чем что-то добавлять, что-то изменять в этих связках, а лучше их на всякий случай забэкапить. Вот мы создали, и теперь мы можем отправить этот файл. Его содержимое было зашифровано. Так как мы использовали armored, то вот мы видим, что у нас получился ASCII вывод, который мы можем сохранить, и сейчас попробуем его дешифровать. Сразу же по заголовочной части мы можем увидеть, что мы имеем дело с сообщением и не с ключом. Это тоже одно из преимуществ использовать ASCII armoring. Имея файл, мы можем понять, что перед нами. Ключ или связка ключей, или какое-то сообщение. Давайте мы его сохраним. И теперь СНАДИР CPI зашифровал сообщение, поэтому следующим шагом мы как системополучатель попытаемся его расшифровать. Так как мы создавали секретный ключ, для которого публичный ключ был передан CPI для шифрования, мы сможем расшифровать то, что по крайней мере постараемся расшифровать то, что CPI зашифровал. Команды деклипт. Указать файл, который мы хотим использовать. Так как мы дешифруем, то мы должны указать для этого ключа. И вот мы успешно расшифровали. Обратите внимание, что для дешифрования мы не указывали по умолчанию ничего. То есть всю информацию, которая необходима для того, чтобы понять, системе понять, каким ключом нужно дешифровать, она уже имеет по умолчанию, а имеет это она в зашифрованном сообщении. Как мы это можем понять? Для этого у нас, во-первых, мы можем использовать более подробный вывод у команды decrypt. Более того, мы можем даже сделать его еще более подробным. GPG позволяет нам использовать тройную степень детализации. Мы тогда очень подробно сможем увидеть, как происходил процесс дешифрования. Это удобно, например, для отладки. По сути, мы посрочно увидим, как парсился файл, какая информация извлекалась из пакетов и как происходило дешифрование. Если мы обратимся к спецификации PGP, то и ключи, и зашифрованные файлы, они структурированы определенным образом. У них есть так называемые теги, по которым мы можем понять, каким алгоритмом шифровалось, какой алгоритм компрессии использовалось, где у нас находятся данные и так далее. Дополнительные метаданные. Например, здесь мы можем увидеть по этой строке, что у нас использовался Integrity Data Protection Packet. Мы можем увидеть, какой публичный ключ использовался для шифрования. Это, собственно, тот ключ, который мы загрузили в PubRing и использовали в CPI. И обратите внимание на эту строчку. Это то, про что я говорил, что мы, хоть мы указали PM пользователя, мы на самом деле шифровали не первичным ключом, а вторичным ключом. Это тоже в логе показано. Дальше у нас показываются детали ключа, который использовался для шифрования. Соответственно, его секретная часть использовалась для шифрования. Очень подробно для отладки. Более того, даже прежде, чем мы что-то дешифруем, мы можем посмотреть эти пакеты и ключей, и сообщений. Для этого у нас есть команда listpackets. Listpackets мы можем использовать как для зашифрованных сообщений, так и для связок ключей или ключей. То есть давайте я сейчас сначала посмотрю, что он показывает для связки ключей. Вывод детализированный. Мы можем его сделать еще более детализированным, указав verbose или 3v. И по сути мы можем посмотреть, что в этой связке находится. Мы могли бы это посмотреть, загрузив связку, но мы также можем посмотреть это с помощью listpackets. Предположим, если нам связка или файл остался откуда-то извне, и мы хотим перед тем, как с ним работать, посмотреть, что собственно в нем находится. Здесь мы все ключи сможем посмотреть. Более того, мы можем использовать другую команду show key и также посмотреть, какие ключи находятся в связке. Мы еще пока ничего не импортировали. Это вариант, когда мы скачали связку откуда-то, например, CPI-Tenent и хотим посмотреть, что в ней находится. Если бы мы хотели импортировать связку или какой-то ключ, мы могли бы использовать импорт и дальше указать файл либо ключа, либо связки ключей, из которых мы хотим сделать импорт в ту связку, с которой мы сейчас работаем. А работаем мы сейчас со связкой, которая находится в папке domain. у нас пример шифрования. И теперь мы разберем другой вариант сценарии дешифрования. Соответственно, для того, чтобы мы смогли дешифровать в CPI, мы сначала должны добавить в CPI связку с секретным ключом, который мы будем использовать для дешифрования. давайте мы это сделаем. Опять же, мы будем использовать Armor. Вот у нас будет. Готово. теперь давайте, раз уж мы здесь находимся, сразу его с деплоем. CPI спрашивает Passphrase, и обратите внимание, что он спрашивает Passphrase на всю связку ключей, не на конкретный ключ. Поэтому, если какие-то ключи имели разные, мы создали по какой-то причине ключи с разными паролями, мы должны будем, прежде чем экспортировать эту связку, мы должны будем поменять пароли. И это можно сделать также в команде GPG. Для этого у нас есть возможность редактировать ключи. То есть, давайте мы отредактируем, например, ключ, который у нас ассоциируем с полюселемпиаймом. Здесь мы можем сначала посмотреть, какие ключи уже есть. И у нас есть очень богатый выбор команд, которые мы можем использовать для того, чтобы ключ модифицировать. Но наиболее частая команда, которая нам потребуется, это команды для того, чтобы изменить время истечения ключа. Команды для того, чтобы мы могли добавить под ключ или добавить пользователя. И мы можем также использовать команды для того, чтобы изменить какие-то другие метаданные ключа. Поэтому давайте мы... Здесь же у нас будет и команда, посмотрим, паспорт, который мы можем использовать для того, чтобы изменить пароль для какого-то конкретного ключа. когда мы работаем с этой командой главное что если мы какой-то ключ поменяли не забыть потом сохранить эти изменения чтобы они у нас зафиксировались связки ключей и обратите внимание что здесь у нас настроек минимум мы только можем определить ожидаем ли мы подписи и если мы ожидаем подписи то это для нас опционально или это обязательно требование соответственно если обязательно подписи нет то будет ошибка если опционально будет пропущено но мы будем пока шифровать без подписи поэтому оставим нотэкспект и деплай мы не указываем ключ какого пользователя или в принципе какой ключ использовать для дешифрования давайте может что сделаем я сейчас отсюда и мы с вами возьмем файл который мы который был планируем мы его зашифруем локально а потом отправимся на дешифрование что таким образом показал что я хочу шифровать ключом для получателя пимон здесь я мог бы указать пимон имя пользователя мог бы указать пароль мог бы также указать полный fingerprint либо сокращенные формы которые мы видели шорт или лонг вариация и указал что хочу зашифровать так что я не указал что я хочу зашифровать армор куда шифровать готово если мы сейчас посмотрим с вами этот файл мы увидим что у нас перед нами зашифрованное сообщение опять же если мы сейчас посмотрим это сообщение прежде чем как мы его отправим мы с вами увидим что в этом сообщении уже содержится информация кем текст был шифрован соответственно задача CPI будет распарсить это сообщение понять из него каким ключом это сообщение шифровалось и соответственно каким ключом нужно его дешифровать так как в сценарии дешифрования у нас CPI является стороной которая имеет и публичный ключ и секретный ключ и так как номера ключей fingerprint совпадают если у нас ключ находится все кринги то у нас для CPI не будет проблемы дешифровать также здесь же CPI сможет увидеть какой алгоритм использовался использовался какой-то алгоритм для компрессии и использовался интегрический дата протектор пакет мы видим что здесь он у нас использовался GPG по умолчанию его использует мы можем посмотреть какой алгоритм использовался для компрессии если если мы хотим посмотреть более детально информацию то опять же у нас в конце документа в конце документа представлены все значения которые GPG может использовать для хэш алгоритмов для алгоритма шифрования для компрессии мы можем сравнить что у нас здесь использовался алгоритм компрессии 2 который соответствует Z3. То есть вся эта информация уже зашита по умолчанию зашивается внутрь зашифрованного сообщения. Сообщение у нас есть давайте мы тогда его отправим в CPI и вот мы получили и CPI расшифрованный текст. Тот вариант когда все сработало успешно сценарий который CPI поддерживается у нас есть более защищенные способы шифрования и один из них который хотел бы с вами вам показать это те случаи когда мы шифруем но скрываем часть информации из целевого сообщения то есть вот здесь я использовал recipient и мы видели что у нас в одном из пакетов эта информация ключа была находилась GPG поддерживает способ шифрования когда мы скрываем ключ который мы использовали для шифрования hidden recipient давайте мы перезапишем и давайте мы сейчас посмотрим новое сообщение обратите внимание что теперь вся информация по ключу скрыта у нас нет ни ключа которым шифровался не имя пользователя которые ассоциированы с этим ключом с одной точки зрения это более безопасно потому что если это сообщение попадет кому-то в руки они не смогут по сообщению понять какой ключ использовался шифрование с другой стороны во первых этот сценарий используется более редко наиболее часто используется все-таки шифрование с указанием ключа в пакете и это тот сценарий который пока что не поддерживается в CPI то есть если мы попытаемся отправить такое сообщение в CPI он нам выдаст ошибку и в ошибке у нас будет видно что он не смог найти ключа он не смог найти секретного ключа для GPG консольной команды это не проблема потому что в GPG мы можем явно при дешифровании указать по умолчанию когда мы дешифровали мы не указывали ключ он сам попытался найти в связке мы можем принудительно GPG команде передать параметры которые будут указывать какой ключ попытаться использовать и если мы попытаемся дешифровать такое вот сообщение даже базовым способом в GPG то оно сработает более того если если бы мы посмотрели более детальную развертку вербос то мы бы увидели как он последовательно читал пакеты что он нашел пакет имени пользователя который обнулен и даже здесь мы видим что он использовал анонимного получателя но он смог найти ключ который подходит для дешифрования GPG система работает таким образом что если мы явно не указали каким ключом дешифровать и если эта информация отсутствует в зашифрованном сообщении как в нашем случае она будет пытаться перебрать все ключи которые находятся в связке секретной и будет пытаться найти ключ с помощью которого она сможет дешифровать в случае с себя и пока что такое не сработает поэтому имейте ввиду что такое ограничение есть второй вариант шифрования и соответственно дешифрование которое может использоваться которое используется более часто это если мы хотим шифровать на несколько получателей это вполне нормально предположим что у нас есть в публичном ключе несколько пользователей несколько ключей которые мы хотим зашифровать одно и то же сообщение и разослать его нескольким получателям мы это можем сделать просто повторяя несколько раз рецепент. В данном случае у нас в связке только один получатель, поэтому давайте мы вот что сделаем. Мы с вами добавим еще одного. Давайте вообще скинижаем на выкрощение. Мы сейчас посмотрим на ключи. Мы теперь имеем в связке еще один ключ пользователя Вадим. И если мы сейчас попытаемся шифровать, то мы сможем зашифровать в одну сессию и для PIMON и для Вадима. И такие файлы мы тоже сможем расшифровать в CPI. И более того, CPI также, если мы сейчас посмотрим опять же пакеты, мы с вами сможем увидеть, что теперь мы уже имеем несколько пользователей, соответственно, несколько ключей, для которых производилось шифрование. Если бы мы захотели реализовать такой сценарий в CPI, то для этого в шифраторе мы можем добавлять новых пользователей. То есть, если бы мы экспортировали сейчас ту связку ключей с дополнительным ключом, мы могли бы указать здесь еще одного пользователя. Такой сценарий поддерживается. Я не могу сказать, что такой сценарий используется очень часто, потому что чаще все-таки мы будем шифровать против одного пользователя, но в некоторых сценариях он может пригодиться. Например, в некоторых B2B сценариях он используется. Поэтому мы можем сочетать, указывать у одного имя пользователя, у другого почта, а у третьего можем указать полный ключ. Это допускается. Следующая вещь, про которую хотел бы вам сказать, это, собственно, как у нас производится дешифрование на стороне CPI. То есть, на стороне CPI, я уже сказал, что он всегда будет искать ключ, который он нашел в сообщении с зашифрованным публичным ключом. И если вы обратили внимание, когда мы деплоили Secret Ring в CPI, мы указали пароль только один раз, когда его деплоили. Когда мы дешифровали сообщение, в дешифраторе мы уже никаких паролей не использовали. И в рантайме, когда мы что-то отправляли в CPI, мы тоже, конечно, эти пароли уже не использовали. Ситуация обстоит таким образом, что когда мы деплоим в рантайм Secret Ring и указываем пароль, этот пароль уже известен рантайму. То есть, он, по сути, доступен всем iFlow, которые хотят иметь доступ и которые используют дешифратор. Поэтому при настройке iFlow нам, в принципе, уже не нужно знать пасфрейс. Это достаточно удобно с точки зрения, что у нас может быть коллега, который занимается ключами и безопасностью, который формирует ключи, связки ключей, загружает их CPI. Разработчику iFlow совершенно не нужно знать эту информацию. Ему будет достаточно знать, что ключ, связка с необходимым ключом была задеплоена до того, как мы будем исполнять этот iFlow. Более того, когда мы деплоим iFlow, он не делает проверки, есть ли необходимый ключ, например, тот, который мы использовали в пабринге, в шифровании, есть ли он в пабринге. Эта проверка производится уже на момент выполнения iFlow. Поэтому работа коллеги безопасности, работа коллеги-разработчика CPI, она может быть абсолютно парализована. Следующий момент, который мы с вами можем посмотреть, это, собственно, как мы можем добавлять ключи уже в существующий пабринг. Давайте мы тогда с вами сейчас почистим вот здесь, перейдем обратно в CPI. Тот сценарий, когда нам необходимо импортировать ключ в уже имеющийся пабринг. И аналогичным образом мы сможем добавлять секретные ключи в секринг. Давайте мы его скачаем. Вот у нас есть пабринг gpg. Обратите внимание, что CPI всегда сохраняется с форматом gpg. Чтобы не спутаться, я удалю пабринг, который мы экспортировали. И теперь что мы можем сделать? Давайте мы эту папку почистим. И теперь мы можем импортировать ключи из этого пабринга. То есть предположим, что мы хотим добавить какой-то новый ключ. Видим, что у нас один ключ был. Он у нас теперь будет виден. И в нашей связке ключей есть один ключ. И если у нас мы получим какие-то файлы с дополнительными ключами, мы точно таким же образом сможем их сюда импортировать. То есть мы командой импорт можем импортировать целиком весь связку ключей. Мы можем импортировать отдельные ключи. Тот сценарий, когда ключ нам пришел от внешней системы, от другого контрагента, и мы хотим его добавить в связку. Соответственно, когда мы его добавим в связку, связка будет содержать все ключи, которые у нас уже были связки, а плюс новые ключи, которые мы добавили. И таким же образом, как мы экспортировали вновь созданную связку, мы сможем ее новую связку экспортировать и загрузить в CPI. Соответственно, в CPI соответствующая связка будет перезаписана. Кроме добавления, мы можем еще и удалять ключи. То есть... Обратимся к команде GPG. Мы можем удалить ключи из связки. Ну, предположим, что мы хотим удалить ключ PM. Давайте я для разнообразия буду использовать его полный fingerprint. Так как я не использовал ничего аргументов с секрет, это попытка будет удалить публичный ключ. Если мы сейчас его посмотрим, публичных ключей мы не увидим. И секретных мы тоже не увидим, потому что мы пока что не импортировали секринг. Опять же, мы можем снова пересоздать, создать новые ключи, кроме delete case, который удаляет публичные ключи. У этой команды есть другие вариации. Мы можем удалить только секретные ключи, если у нас есть обе связки. И более того, мы можем удалить секретные и публичные ключи одновременно. Таким способом для того, чтобы у нас не было рассинхронизации между публичной частью секретной. В том случае, если мы, собственно, являемся владельцами ключа. Еще один сценарий, который часто бывает нужен, это если у нас есть секретная связка ключей, предположим, что мы раньше ее использовали для того, чтобы получать шифровные сообщения от какого-то контрагента, и нам потребовалось, требуется предоставить публичный ключ кому-то еще. А публичный ключ, подположим, у нас утерян. Имея публичный ключ, мы не можем восстановить секретный, потому что тогда бы у нас потерялось смысл в принципе шифрования, потому что секретный ключ находится только в руках той системы, которая дешифрует. А вот восстановить публичный ключ и секретного, это мы можем. Потому что, по сути, секретный ключ уже содержит информацию, которая необходима для восстановления полной пары. Для того, чтобы это сделать, мы можем сделать следующее. Давайте мы с вами проведем тест, мы скачаем в этот раз секринг и не имея публичного ключа, сейчас его чистоты эксперимента удалим, мы попытаемся восстановить секретный ключ. Опять же, можно сделать это несколькими способами. Первый способ это скопировать его в папку или обратиться к нему импортировать, либо определить noDefaultKeyring и указать явно какой секретный файл, связку ключей мы хотим использовать, либо то, что сделаю я сейчас, так как мы находимся все в той же сессии, которая использует демо-папку для связок ключей, мы с вами посмотрим, что ключей у нас сейчас нет, ни публичных, ни секретных, и мы с вами импортируем связку, которую мы только что скачали из теннета. Мы могли бы также импортировать только один ключ, могли бы передать его в аргументы. Мы успешно его импортировали и теперь, если мы с вами посмотрим, мы видим, что мы получили ключ, причем получили и публичный ключ, импортировав только секретный. И теперь мы можем так же, как делали до этого, мы можем экспортировать этот публичный ключ в какой-то файл. в данном случае PMO, пусть он ключ и будет PMO. И мы указываем, какой ключ мы хотим экспортировать. Теперь мы имеем публичный файл с публичным ключом, не всей связкой, а только этим ключом, который мы можем передать внешней стороне, другой стороне, которая сможет его использовать для шифрования. Более того, то, что сейчас пока что CIPI не поддерживается, но то, что мы могли бы делать с помощью GPG, мы могли бы работать не только с первичными ключами, а мы могли бы указывать и подключи. Когда мы работаем с подключами во всех командах, мы должны ставить знак восклицания в конце. В данном случае у нас номер ключа в праймере ключ, поэтому если бы мы получили номер ключа вторичный, мы могли бы его использовать здесь, со знаком восклицания. Таким образом, мы смогли бы экспортировать только подключ. Но обратите внимание, что при экспорте подключа у нас всегда сохраняется ссылка на праймере ключ. Не обязательно мы экспортируем сам праймере ключ, но ссылка на него будет присутствовать. Это удобно в том случае, например, когда у нас для одного праймера ключа создано несколько вторичных, а использовать для шифрования мы хотим попросить другую сторону, только один из подключей. Тогда нам не нужно экспортировать все подключи первичного ключа. Мы экспортируем только один ключ, передаем его, и надеемся, что та сторона сможет нормально его использовать для шифрования. вот такой дома. Спасибо за внимание. Вадим, есть вопросы в чате? Посмотри, пожалуйста. Где и как хранится парольная фраза закрытого ключа? Парольная фраза, она хранится внутри каждого ключа, то есть она уже зашита в секретном ключе. Публичная им парольная фраза не нужна, а вот секретная нужна. Поэтому парольная фраза, она привязана к конкретному секретному ключу, и она хранится вместе с ключом внутри связки секретных ключей. Это если говорить про PGP в целом. Если говорить про CPI, то так как у нас CPI, по сути, импортирует секретную связку, которую ему дали, он также будет импортировать все ключи, которые привязаны, все секретные фразы, которые привязаны к этим ключам. Проблема будет, если у секретных ключей в связке будут разные парольные фразы, потому что в этом случае CPI не сможет их использовать. Собственно, поэтому и шаг, что если по какой-то причине мы создали секретную связку, в которой используется больше одной различной парольной фразы, мы сначала перед экспортом этой связки, импортом CPI, мы сначала должны пройтись по ключам, изменить их парольные фразы, чтобы она была одной, и после этого уже можем импортировать в CPI. Доступ к парольной фразе из CPI производится компонентами, стандартными компонентами CPI. Есть два компонента, один это PGP, public PGP accessor, другой это PGP secret accessor. Соответственно, один компонент используется для доступа к публичной связке, другой для доступа к секретной связке. И когда мы деплоим секретную связку, у нас происходит проверка введенной парольной фразы. То есть, если мы сейчас попытаемся импортировать секретную связку и указать неверную парольную фразу, то тогда CPI нам сразу выдаст ошибку, мы просто не сможем сдеплоить такую связку. Если парольная фраза была корректной, то тогда она становится видна рантайма с помощью вот этих двух, секретная фраза, соответственно, только с помощью PGP secret керинг accessor. Все iFlow, которые деплоятся в рантайм, они имеют доступ к этой компоненте, и они, соответственно, через этот компонент могут получать парольную фразу для связки секретных ключей. То есть, в CPI парольная фраза для расшифровки хранится и используется, да, получается, каждый раз? Она не только на время импорта используется, чтобы разобрать этот секретинг, да? Да, совершенно верно. И мы, на самом деле, можем это проверить. Экран не отключился, я сейчас снова включил шаринг. Вот у нас есть секретинг и папринг. И так как доступно из iFlow, мы можем это проверить, мы можем эту фразу... Я думаю, сейчас показывать это не будем, чтобы из тайминга не выбиваться. Не будем, и я бы не хотел это показывать с ображением безопасности, потому что просто имейте в виду, что в iFlow не нужно ничего указывать с точки зрения секретных фраз. Они уже доступны в iFlow на момент исполнения. Но эта фраза, так как она доступна из рантайма всем iFlow, нужно быть особенно внимательным, если кто-то в скриптах, например, в Groovy скриптах, будет писать какие-то фрагменты функций, которые используют PGP-компоненты CPI. В принципе, это звоночек для того, что такого быть по-хорошему не нужно. А вот PGP-компоненты... И CPI-разработчику интеграционному ему, в принципе, эту секретную фразу знать не нужно. То есть если CPI-разработчик, который не занимается работой со связками ключей, почему-то интересуется секретной фразой, это тоже звоночек. А работа с PGP, с GPG, вернее, в CPI, это какой-то Bouncy Castle или что-то явочное, open-source? Там Java используется стандартный фреймворк JCE. Мы можем подключить и других провайдеров. То есть мы можем подключить и Bouncy Castle. Например, если мы хотим реализовать какие-то свои лабиритмы шифрования, если нас стандартный комплект не устраивает, который CPI предоставляется, мы можем писать свои. И тогда мы можем либо использовать стандартный JCE, встроенный в Camel, либо мы можем подключать, например, Bouncy Castle. А вот эта тема про GPG, PGP, она от бизнеса пошла вообще в твоей практике? То есть или это ты что-то предложил бизнесу там для обмена использовать вот этот способ, или это запрос от бизнеса пошел, мне вот интересно? Это скорее было от интеграционной группы и группы безопасности совместными усилиями. На некоторые сценарии, собственно, на все сценарии, где у нас сообщение, содержимое сообщение сохраняется где-то в промежутке между отправителем и получателем, было требование, что мы всегда должны эти сообщения шифровать, а в некоторых случаях и подписывать. То есть по-хорошему мы требовали шифрования как обязательно, подписывание как опционально. То есть, предположим, сценарии, связанные с SFTP. В том случае, когда у нас сообщение где-то ложится файлом, в этом случае было обязательно, чтобы мы эти сообщения ошифровали. А насколько муторно обмениваться ключами постоянно? Отзывать их, заменять, поддерживать в текущем активном состоянии? Это много занимает в продуктиве времени? Я бы сказал, что здесь компромисс такой. С одной стороны, безопасность рекомендует держать короткие ключи, у которых срок истечения год-два года. С другой стороны, каждый год менять ключ, генерировать, расширять ключ. То есть мы можем расширить ключ с помощью GPJ, EditKey, XPR, либо некоторые контрагенты в принципе его изменяют. Чаще всего они расширяют ключ, мы тогда можем расширенный ключ использовать. Проблем нет. Но лично из моей практики большинство сценариев, когда мы получали публичные ключи извне, у них срок истечения был очень большой. То есть внешние контрагенты, они старались предоставить один ключ и не очень часто его ротировать. Хотя когда мы делали ключи, для части ключей мы делали ключи, у которых срок истечения год-два. А если автор этого публичного ключа отзывает его, но не сообщает вам, вы шифруете сообщение, отправляете туда, там оно с ошибкой упадет, да? Да, тогда проблема. Так как, по крайней мере, из моей практики, мы не использовали какого-то централизованного сервера для обмена ключами. То есть провайдер не предоставлял нам доступ к серверу, из которого мы могли бы получить связку, куда бы они эту связку публиковали. Обычно обмен был либо по почте, либо скачивали по какой-то ссылке публичный ключ. И в этом случае, если та сторона отзывала ключ, но это на самом деле было крайне редко. В этом случае мы чаще всего узнавали про это только вот по переписке, когда та сторона уведомляла нас, что мы отозвали такие ключи. Мы, соответственно, смотрели, есть ли эти ключи в нашей связке, и если есть, то на какие ключи, отозванные ключи заменялись. То есть шаг был, но я не могу сказать, что, по крайней мере, в моей практике, чтобы это было часто. То есть это был случай, ну, разумный случай, наверное, когда ключ был скомпрометирован. А вот вопрос. У нас есть в Яве PKCS, ведь архитектурное средство для работы с шифрацией, дешифрацией. Там в CPI есть, соответственно, это не PGP. То есть вы выбирали между PGP и PKCS или просто решили, что PGP вам для ваших целей хватит? Ну, та компания, где я работал, там в армии, там практика была, что если шифрование, то в первую очередь смотреть на PGP, а все остальное было уже как в случае, если другая сторона не поддерживает PGP. Но из тех сценариев, которые мы делали, у нас не было пока случаев, когда PGP не поддерживался бы. Коллеги, еще вопросы? Владимир, спасибо большое. Спасибо большое за доклад. Потом мы будем еще общаться, и я вопросы некоторые задам, потому что много технических вопросов есть. Спасибо большое. Ну, с тобой с тем. Большое спасибо. Спасибо, Бен.